Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель. И сегодня мы посмотрим один отличный клад, найденный нашим комрадом буквально вот в Московской области совсем недавно. Повезло нашему комраду Илье. Большое спасибо ему за эти отличные фото. Давайте посмотрим клад. Клад он нашел в лесу, вот в такой вот коробочке. Откопав ее, вот она с двух сторон. Потом, присмотревшись сбоку, он сразу заметил монеты. Естественно, в этот момент, конечно, наверное, его накрыло приливом адреналина. Желаю всем такие моменты, когда ты понимаешь, что действительно нашел то, что все кладоискатели ищут. Непосредственно клад спрятанных монет. Здесь еще непонятно, какие это были монеты. Но впоследствии вот, что он увидел после вскрытия. В коробочке. Монеты хоть и были в железной банке найдены, но давали на его приборе XP очень четкий цветной сигнал. То есть здесь то, что цветные монеты из серебра находились в железной банке, это все равно перекрыло сигнал от железа. Ну, хотя надо экспериментировать и неизвестно, что здесь дало более. Потому что вы знаете, что металлоискатели частенько и большое железо отсветняют. Поэтому, друзья, совет, копайте любые спорные сигналы и конкретные сигналы. Интересно, какой был сигнал по интенсивности. Далее вот набор монет серебряных уже после того, как он их достал и помыл. У меня часто спрашивают и в комментарии под этим видео спрашивали, вот отмоется ли это. Да, друзья, здесь в принципе без проблем все отмоется, потому что на высоком серебре, на монетах из высокого серебра, вот это вот часто их находят в какой-то железной таре и потом ржавчина переходит на монеты. Это все отмывается, причем без особых потерь для монеты. Скорее всего, даже ничего не будет монет. Интересен сам набор. Вот общий набор. Были здесь и монеты не из серебра, как вы видите, вот эти вот китайские с дырочками. Вообще интересен очень набор. То есть здесь, если присмотреться, если долго рассматривать, то присутствуют также и английские монеты, 6 пенсов монета. Есть один франк в Франции, 50 фенингов. Присутствует германская марка, вот здесь вот она. И царские полтинники. Есть и последние рубли 24 года СССР. То есть самая ранняя монета, самая молодая здесь, это как раз-таки рубли СССР. Очень интересный набор. И люди спрашивают, что это такое, вот коллекционер закопал или что. Для многих будет объяснением это, простое объяснение, что эти все монеты из серебра. И серебро в те годы оценилось. То есть серебро использовалось как меновый эквивалент. То есть банально даже при раннем Советском Союзе, еще когда в ходу были серебряные монеты, также в принципе использовали монеты из серебра и других стран. То есть это также могло служить в деревнях мерой обмена на что-то. То есть как и в старину, людям зачастую было принципиально не то, что выбито на монете, а сколько она весит. То есть люди оценивали все в весе. Вес серебра монеты. Это, собственно, первые фальшивые монетчики, которые, ну как бы так вот воровали, да, это вот еще одна старых мелких монетах Российской империи, грубо говоря. Они просто обкусывали монетку по чуть-чуть, то есть воровали серебро. И фальшивая монета, она считалась как бы именно ворованное серебро. То есть если она по весу уже не проходила, и, соответственно, из этих вот обрезков они делали потом, ну как бы получали свой профит. Так же и здесь. Вот просто не смотрите на то, не думайте, что это кто-то коллекционировал. Просто их собирали как клад, потому что это все серебро. И спрятано, соответственно, оно было где-то, ну вот, в начале становления Советского Союза. Кем спрятано, мы уже вряд ли узнаем. Возможно, человек спрятал и попал под репрессии какие-то начала становления Советского Союза. И, соответственно, вернуться уже не смог. Потому что все, как мы видим, было упаковано. Так что мое предположение, что это не было потеряшкой, вряд ли это было кошельком. Скорее всего, это действительно была спрятанная какая-то нычка, тайничок, кладик. Мои поздравления Илье. Большое спасибо, что он показал эти фотографии. Возможно, вы видели фотографии уже в других соцсетях. Если вы знаете какую-то интересную историю и тоже находили что-то интересное, то присылайте мои координаты, найдете в описании канала или под этим видео. Желаю вам тоже найти клад. Всем удачи и хороших вам находок, друзья. До новых встреч. С вами был Белокопатель. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok